Друзья, всех приветствую! С вами интернет-магазин Antelife.com.ua. Меня зовут Александр. К нам приехал интересный смартфон Yumi Hammer S. Это бюджетная новинка. Модель, которая в Китае стоит приблизительно 125 долларов. Это большой смартфон довольно-таки с интересным дизайном. Красивая коробка. Была предшествующая модель Yumi Hammer, обычный, без приставки S. Сейчас сравнивать, проводить аналогию не буду, потому что в целом это два разных смартфона. Yumi Hammer уже не выпускается. Yumi Hammer S совершенно другая модель в новом корпусе, с другими техническими характеристиками и так далее. Рассмотрим комплектацию. Вот в такой вот коробке приходит смартфон. Здесь все его технические характеристики сверху. Кому нужно, сделайте стоп и посмотрите. Поставляется он вот в такой вот коробке. Здесь особо ничего нет. Минимальный комплект USB с вот таким вот разъемом. Это разъем Type-C, потому что именно такой разъем в этом смартфоне. И зарядка. Зарядка мощностью на 1 Ампер. О зарядке я расскажу немножко позже. Сам смартфон, когда я первый раз его достал из коробки, когда я первый раз взглянул на его внешний вид, мне смартфон очень понравился внешне. Здесь есть закаленное стекло с технологией 2.5D. Это значит, что вот ободки смартфона, они не ровные, а вот с таким небольшим, очень приятным на глаз, для глаз, для внешнего вида. Вот таким вот ободком вот оно вот приливается, можно видеть, то есть необычный дисплей, стекло точнее. Далее вот этот вот металлический ободок, это металл, алюминий скорее всего. Ну и сзади модель тоже стандартный soft-touch пластик. Спереди у нас есть три сенсорных кнопки. Меню домой-назад. Они не подсвечиваются, когда на них нажимаешь. Сверху у нас датчики приближения и освещения, фронтальная камера на 5 мегапикселей и разговорный динамик. С этой грани у нас нет ничего. Сверху у нас разъем для наушников и порт для того, чтобы можно было управлять смартфоном различными гаджетами совместно с этим смартфоном. С этой грани у нас качелька громкости вверх-вниз и кнопка включения-выключения. Довольно удобно они расположены. Мне в принципе тут все нравится. Снизу у нас микрофон, динамик и USB Type-C. Очень удобный разъем. Можно подключать этот кабель каким угодно боком, какой угодно стороной. В принципе это довольно-таки прикольно. Сзади soft-touch пластик, покрытие на котором практически не остается отпечатков пальцев. Но на самом деле остается. Но очень легко вытирается. В принципе мне такая поверхность нравится больше, чем обычный пластик. Есть логотип Yumi, есть логотип Hammer S, есть дактилоскопический сканер. Это датчик, сканер отпечатков пальцев, 13-мегапиксельная камера и двойная вспышка. Под крышкой. Крышка здесь съемная, аккумулятор съемный. Аккумулятор у нас на 3200 мАч. Работает этот смартфон с двумя микро-сим-картами. Сим-карты поддерживают 3G, 4G, LTE-сети, все работает. Давайте рассмотрим технические характеристики Yumi Hammer S. Во-первых, набирает эта модель немного баллов. 20 000. Это стандартный показатель для процессора MTK6735P. Здесь идет HD-разрешение дисплея. Здесь 2 ГБ оперативной памяти, 16 встроенных. Есть поддержка карты памяти. Карту памяти можно поставить на 16, на 32. Частота работы процессора составляет 1 ГГц. 4 ядра. Этот процессор сейчас очень модный. Он очень популярный среди автономных гаджетов с большими аккумуляторами, чтобы смартфон держал долго. 13-мегапиксельная основная камера и 5 мегапикселей фронтальная. Мультитач здесь пятиточечный. И, кстати говоря, камера у нас основная от Sony. NFC здесь нет. Есть различные датчики приложения, освещение, акселерометр. К сожалению, OTG-разъем я проверить не могу, потому что у меня нет такого переходника, чтобы был стандарт Type-C. К сожалению. Поэтому сказать ничего не могу. Прошивка стандартная, заводская. Она пока что одна, единственная, какая существует вообще для этой модели. Это версия 3.01. Что могу сказать по прошивке? Мне кажется. В целом, так, вроде бы, поклацать, поиграться. Прошивка нормальная. Есть различные приложения. Вот есть, по идее, приложения для управления вот этими всеми устройствами. Телевизором, колонками, DVD-проигрывателем и так далее. Как пульт управления можно использовать эту модель. Также есть настройки, естественно, настройки дактилоскопического датчика. Сканеры отпечатков пальцев. Не буду это показывать, потому что это довольно-таки долго. Но я хочу вам сказать, что сканер отпечатков работает хорошо. Но мне, например, неудобно этим всем пользоваться. Прошивка полностью переведена на русский язык. И я, конечно же, жду обновлений. Нормальных обновлений, чтобы смартфон работал более адекватно, что ли. Про адекватность скажу позже. Экран. Экран мне понравился. Здесь 5,5 дюймов. Я изначально даже думал, что здесь Full HD. Однако здесь обычный HD экран. Углы обзоров, как по мне, хорошие. IPS-матрица. OGS-технология. То есть воздушные прослойки здесь нет. Он яркий. Он сочный. Он насыщенный. Мне, моему глазу, такая картинка однозначно нравится. Поэтому я ставлю плюс за этот момент. Тестировал эту модель в наушниках. Звучание понравилось. Все хорошо звучит. Диктофон, микрофон, разговорный динамик тоже все отлично. Внешний динамик среднего уровня. Звучит он нормально. Сейчас вам покажу. Включу какую-то мелодию. Вы сможете это оценить. Ну, конечно же, через камеру. Обычный динамик. Ничего особенного. Но выглядит все в таком вот корпусе. Очень интересно. Теперь о производительности. Как я уже сказал, здесь четырехъядерный MTK6735P. Здесь 2 гига оперативки. HD разрешение экрана. Это процессор, ну, прямо скажем, это не игровой процессор. Он довольно-таки слабенький. Но для обычных флеш-игр, простых игрушек, его будет достаточно. Можно будет поиграть и в такие вот, как Asphalt 8. Но придется вам немножко снижать графику. У меня сейчас выставлен максимальный уровень графики. Я вам продемонстрирую, как запускаются игры на этом смартфоне. Они запускаются нормально, однако, ну, немножко проседание FPS есть. То есть, немножко подлагивает, немножко подтормаживает игрушка. В целом, эта модель и не претендует на топ-игр, там, на топ-игровую производительность и так далее. Смотрим. Ну, то есть, поиграть можно будет, но, в принципе, это не игровая модель. Далее переходим к нашим тестам, которые я обычно делаю. Тестов у меня сегодня немного. Расскажу обо всем по порядку. Во-первых, тест аккумулятора. На данный момент у меня только вот такой вот скриншот. Это Antutu Tester. Два теста я проводил. 7342 балла и 7350. Это шикарный результат с аккумулятором на 3200 миллиампер. Это действительно крутой результат. Тестировал я еще одну модель. Такой же смартфон, только другой. В режиме воспроизведения игры Apex Citadel. Было у меня что-то около пяти часов с максимальной яркостью экрана. Со звуком. Это тоже действительно крутой результат. По аккумулятору хочу сказать, что действительно порадовала меня эта модель. Это один из лучших автономных смартфонов в своем классе. С GPS ситуация неоднозначная. Вот данная конкретная модель. Меня ловит GPS отлично. Я только подхожу ближе к окну. Ловит много спутников. Ловит их быстро. Спутников ловит действительно много. И прием стабильный. Главное, спутники не поддерживаются. Однако тестировал я и на другой модели. На точно таком же Yumi Hammer S. GPS просто напрочь отказывается работать. Зашел я на форум 4PDA. Посмотрел комментарии. Тоже есть некоторые люди жалуются, что не работает. Есть некоторые люди говорят, что работает. Не знаю, с чем это связано. На некоторых моделях работает. На некоторых моделях не работает. Это, собственно, один из таких главных нашумевших минусов на форуме. И, в принципе, те, которые я нашел в этом смартфоне. Камера здесь, в этом смартфоне, 13-мегапиксельная основная от Sony. И фронтальная 5-мегапиксельная. Значит, по камере я могу сказать, что, в принципе, за эту стоимость смартфон нормально делает фотографии. Нормальное качество, макросъемка вдаль, фокус работает хорошо, в темноте вспышки не хватает. Вот с близка я делал фотографии, практически ничего не видно. Видеозапись у нас происходит в формате HD. Я хочу по камере сказать, что довольно-таки средненький вариант. Ничего особенного, но и ничего плохого тоже сказать по этому поводу не могу. В целом, рассказал я вам достоинства в основном этой модели. И давайте поговорим о недостатках. Тот недостаток, который я уже рассказал, он связан с GPS. Это один из самых больших и распространенных недостатков в этом смартфоне. Еще один недостаток связан с зарядкой. С зарядкой в первых нескольких циклах и, скорее всего, вот с этой заводской зарядкой. Зарядка слабенькая и такая плохая зарядка. В чем проявляется недостаток? В том, что первые несколько циклов смартфон не заряжается от этой зарядки и от заводского кабеля. Ну, в кабеле там проблем нет, с зарядкой проблема. Не заряжается на 100%. То есть, он там доходит иногда до 70, иногда до 80, иногда до 86. И все, зарядка становится холодной. То есть, она не отдает уже ток, она не работает. И, в принципе, смартфон не принимает этот ток. Но, в целом, автономность даже при этих циклах была у меня нормальна. Смартфон долго держал зарядку. Несколько раз я заряжал до нуля, до 50 разряжал. Потом снова заряжал, не хотел. Потом я взял нормальную зарядку. У меня есть тут зарядка от планшета 2-амперная, которая подходила к этой модели. Я поставил на зарядку, и смартфон начал заряжаться. Я взял еще одну, третью зарядку, и смартфон тоже начал заряжаться до 100%. Поэтому, да, косяк такой есть. Не знаю, с чем связано. Скорее всего, с вот этими вот зарядками. Может быть, что-то на уровне софта. Но это, да, это недостаток. Но это не такой глобальный недостаток. Купите себе зарядку. Хорошая зарядка дома не помешает. И этот смартфон нормально будет заряжаться. Вот есть такой момент. И еще один момент, что у этого смартфона, ну, слабый прием Wi-Fi. То есть, у меня стоит в квартире роутер не самый лучший, не самый сильный. С двумя рожками. В принципе, и на других смартфонах у меня в дальней комнате немножко такой слабый сигнал. Но этот смартфон вот как бы вообще слабо реагирует. В целом, хотелось бы, конечно, получше сигналы. И опять же, это на разных моделях Юми Хаммер С, а не на одном единственном варианте. Вот такой вот момент тоже есть. Поэтому минусы в этом смартфоне есть. Они такие минусы, которые особо даже искать не нужно. Нужно просто начать пользоваться этим гаджетом. Поэтому говорю вам все как есть, чтобы вы знали, что вы хотите приобрести. Итак, зарядка, Wi-Fi и GPS. На некоторых моделях работает, на некоторых моделях нет. Я склонен предполагать, что все эти проблемы, возможно, даже все три, будут исправлены с новыми прошивками. Потому что на данный момент всего лишь один вариант прошивки. На другие телефоны Юми производитель уже подготовил там другие различные разновидности прошивок. На эту модель пока что этого нет. Из положительных сторон этой модели я могу выделить, что мне понравился, мое мнение, внешний вид, металлическая кромочка вот эта вот, 2.5D экран, сам дисплей, как он отображает цвета. Мне понравился, как держит этот смартфон аккумулятор. Я даже предполагаю, что эти 3200 мА реальная емкость. И, ну, мне действительно понравилось, как он держит. Он держит очень-очень-очень достойно. Но также есть и недостатки. Поэтому вот такая вот модель, это бюджетник. На этом все. Спасибо за внимание. У кого какие там вопросы, у кого какие пожелания, пишите в комментарии. Подписывайтесь на нашу группу. Ну и, конечно же, интернет-магазин. Заходите и покупайте. В том числе и Юми Хаммер С. Спасибо. Всего доброго.